На этой неделе в правительстве состоялось заседание Совета по развитию бизнеса и инвестиции. Открывая работу, премьер-министр Джанториус Атабалдиев отметил, что по итогам двух прошедших месяцев рост ВВП составил 8%. Однако, несмотря на такую положительную тенденцию, за последнее время от бизнес-сообщества приходит много обращений. Предприниматели говорят о проблемах, тормозящих рост экономики и ухудшающих инвестиционный климат в стране. Причем в основном это связано с неэффективными действиями государственных органов. Чокпан Кармышакова продолжит тему. Здесь у нас поющие фонтаны, цветомузыкальные представления. И было бы хорошо, чтобы горожане, например, вечером в зной, в жару, они бы приезжали сюда с детишками. На мониторе изображен проект крупного гостинично-развлекательного комплекса, который планируется построить в южной части столицы. На территории СЭС Бишкека было выделено 22 гектара земли. Именно здесь и будет открыта круглогодичная зона отдыха для горожан. Здесь будут спортивный комплекс, образовательная и выставочная зоны, гостиницы, бизнес-центры. Существующий парк Фламинго, тот, который уже у нас есть, с тем парком, который, к сожалению, не получил такого развития. То есть Манаса Илы, он сейчас находится в таком плачевном состоянии. Поэтому мы попытались градостроительно объединить эти два объекта, чтобы получилось второе дыхание в этой территории. Развивая всю эту территорию, то есть получился у нас такой градостроительный организм. Чтобы застроить эту территорию, в 1997 году были привлечены южнокорейские инвесторы. Согласно договору, земля была выделена инвесторам на 99 лет. Аренда выплачена. Часть запланированного строительства была завершена. Был построен детский парк, улучшена инфраструктура, проведены электричество и канализация. Сумма затрат составила около 30 миллионов долларов. Однако в 2000 году поменялась законодательная база, согласно которой земельный участок СС Бишкека, который был выделен под строительство развлекательного комплекса, стал экспортоориентированным. Было заявлено, что на оставшейся неосвоенной территории необходимо построить завод, рассказывают представители южнокорейской компании. Они говорят, что таким образом были грубо нарушены права инвесторов, а значит в стране слабая законодательная база. Вот сейчас эта территория, она находится в парковой зоне. Это идет резиденция президента, здесь идет правительственная трасса. Там уже за эти годы находится полностью зеленая зона. Как можно сейчас требовать, чтобы там построили завод? Конечно, это и правовые коллизии тоже неправильные, и сам закон надо менять. В развитых странах, такие как Сингапур, для инвесторов создают все условия. На определенный срок даже освобождают от налогов. В стране заинтересованы, чтобы иностранные компании завершили проект. Так как при привлечении инвестиций в страну поступает большая масса денег, создаются новые рабочие места, поднимаются к квалификации специалистов. Таким образом, государство становится устойчивее и богаче. В нашем же государстве не совсем придерживается таких норм, считает Искендер Шаршеев. У нас, во-первых, обижают инвесторов и думают, что инвесторы всем должны. Инвесторов можно с него налоги не брать. Главное, чтобы он работу обеспечил, и главное, чтобы то, чем он занимался, не вредило экологии и помогало людям. Многие вот эти государства, они инвесторов просто на руках носят. Инвесторы чуть ли не там пылинки с него сдувают, освобождают на один год, на пять лет, на десять лет от налогов. Освобождают от... ну, дают бесплатно землю. То, что в стране в сфере инвестиционного климата наблюдается ухудшение, признал и премьер-министр Джентер Сатабалдиев на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестиции. Он отметил, что в адрес правительства и других государственных органов поступают много критики от бизнес-сообщества. И подчеркнул, что необходимо работать над улучшением инвестиционного климата. Ситуация остается на местах очень тяжелая. Особенно по привлечению инвестиций местных инвесторов и зарубежных. Несмотря на то, что вот два месяца, и только два месяца, есть положительные сдвиги по росту ВВП, ну, те же проблемы сегодня остаются. По сбору доходов у нас неудовлетворительные. В то же время предыдущие правительства не совсем выборочно подходили к выбору инвесторов. Последние зачастую пренебрегали законодательством, нарушались экологические нормы. А со стороны госорганов не контролировалось, какая польза принесена стране. Однако на сегодня ситуация улучшается, считает политолог Бакат Покитаев. Те, которые приезжают к нам для инвестиций, они должны понять, что сейчас наша страна выросла из коротких штанишек. И сейчас народ не позволит инвесторам забирать большую часть прибыли, которую они намечают получить из Киргизии. Также эксперты считают, что в первую очередь для улучшения инвестиционного климата необходимо ввести изменения в налоговый кодекс. Он должен быть стимулирующим. И бизнес-сообщество, и государство должны найти золотую середину. Привлечение инвестиций в Кыргызстан возможно лишь при условии стабильности, безопасности в стране и приемлемые условия работы, заявляют бизнесмены. Привлечение инвестиций и развитие бизнеса становится приоритетным направлением государственной политики на нынешнем этапе. Однако, как признал премьер-министр Джанториус Атабалдеев, в стране существуют проблемы по привлечению иностранного капитала. Сегодня обсудить положение инвестиционного климата в Кыргызстане мы пригласили в студию исполнительного директора Союза предпринимателей Замира Шаикова. Здравствуйте. Здравствуйте. И первый вопрос следующий. Каждый раз мы слышим, что для привлечения инвестиций нам нужно сделать это, надо сделать то или ознакомиться с опытом той или иной страны. Почему у нас не получается привлечь в страну инвестиции в необходимом количестве? Ну, прежде всего, я хотел бы ответить на ваш вопрос, да? Почему у нас такой низкий уровень привлечения прямых инвестиций? На это влияет следующий фактор. В первую очередь, это политическая стабильность, вторая, значит, экономическая стабильность, третья, я бы определил, как правовая стабильность и социальная стабильность. Все инвесторы, которые собираются, допустим, вкладывать в экономику Кыргызстана, они, прежде всего, проводят определенный мониторинг тех факторов, которые я только что сказал, да? Есть еще другой фактор, который влияет на инвестиционный климат в целом. На протяжении последних лет у нас отсутствует в стране такой системный подход по работе с инвестициями, да? Прежде всего, конечно, мы хотели бы, или вообще бизнес-среда, чтобы в Кыргызстане был, скажем, определенный орган, отвечающий за привлечение прямых инвестиций, и защищающий права инвесторов. А что вы можете сказать о проводимой государственной политике по привлечению инвестиций? Я могу сказать одно, да, вот в последнее время, насколько я знаю, есть межведомственная комиссия, которая работает над этим вопросом, создана рабочая группа, привлечены эксперты, которые проводят полную экспертизу законодательства Кыргызстана, и работают над рекомендациями по улучшению инвестиционного климата в Кыргызстане. То есть проводится определенная работа, и я думаю, что в ближайшее время мы этот результат увидим. В настоящее время разрабатывается стратегия развития частного сектора до 2017 года. Ожидается, что в ближайшие месяцы стратегия будет презентована. Бизнес-сообщество принимает участие в ее разработке? Если да, то какие даны были рекомендации? Ну, как вы знаете, была принята национальная стратегия устойчивого развития страны, где заложены основные ориентиры развития в целом страны и в том числе предпринимательской деятельности. То есть у нас есть уже один документ, да, во-первых. Во-вторых, по стратегии частного сектора мы, значит, бизнес-среда с помощью доноров провели исследование, исследование развития предпринимательства во всех областях Кыргызстана и предложили свои рекомендации, так называемая дорожная карта к стратегии развития частного сектора. Почему? Потому что предприниматели должны знать, по какому пути идти и что ожидать в целом. И напоследок, на ваш взгляд, дальнейшие перспективы развития в Кыргызстане малого и среднего бизнеса в целом? Ну, вы знаете, малый и средний бизнес, согласно статистике, на сегодняшний день в экономике Кыргызстана составляет более 80%, да, если в целом экономику взять. Малый и средний бизнес в течение долгого времени, она развивалась, она и будет развиваться. Только для этого, как предприниматели говорят, должны быть четкие правила игры, да? То есть они должны знать. Это, значит, касательно всех регулирующих документов, в том числе законов, это в части сокращения лицензии, в части проверок. Конечно, проводится определенная работа Министерством экономики на сегодняшний день, но я надеюсь, что она дальше будет продолжаться, и малый и средний бизнес, она будет развиваться. Благодарим вас, что вы нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. А мы напоминаем зрителям, что гостем студии был исполнительный директор Союза предпринимателей Замир Шаиков. Продолжаем выпуск.